Рост ВВП в Великобритании замедлился, от Греции ожидают реформ, а Турция поможет Евросоюзу с мигрантами за 3 миллиарда евро. Подробнее в нашем обзоре прессы. Здравствуйте! Экономика Великобритании сбросила скорость. С июля по сентябрь ВВП вырос на 0,5%, тогда как тремя месяцами ранее на 0,7%. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, то рост тоже немного замедлился и составил 2,3%. Великобритания ощутила на себе снижение активности мировой торговли и, как следствие, спроса на британские товары со стороны главных торговых партнеров Туманного Альбиона стран Европы. Так, по другой статистике, внешнеторговый дефицит в сентябре вырос до почти 14 миллиардов в пересчете на евро, потому что импорт увеличился сильнее экспорта. Что же будет в текущем квартале? Есть тревожные симптомы. Например, потребительское доверие в стране снижается с сентября. В этом году, считает правительство, вторая экономика Европы не сможет повторить рывок прошлого года на 2,9% и вырастет только на 2,4%. Греция должна до 11 декабря принять новый пакет реформ, чтобы получить следующую порцию третьей программы международной помощи. Такое решение, по информации греческой газеты, было принято на заседании рабочей группы по Греции. От Афин, в частности, требуют создать независимого агентства по контролю за бюджетными доходами и ускорения приватизации, особенно в энергетике. Из 86 миллиардов евро, обещанных Грецией европейскими партнерами, Афины получили 25. 10 из них предназначены на поддержку банковской системы. Но проводить реформы Греции непросто. В третьем квартале с июля по сентябрь в стране возобновилась рецессия. Экономика сократилась на 0,9% по сравнению со вторым кварталом. Летние банковские каникулы ударили по инвестициям, экспорту и расходам потребителей. В годовом выражении ВВП Греция сократилась на 1,1%, вместо прогнозируемых 0,4%. Турция поможет Евросоюзу с мигрантами за 3 миллиарда евро. ЕС пытается уменьшить количество экономических мигрантов. Турция согласилась помочь Евросоюзу справиться с потоком мигрантов, сообщает нам Reuters. Стороны активизируют сотрудничество в решении миграционного кризиса, в частности в том, чтобы возвращать беженцев, которые на самом деле не нуждаются в международной защите в страны, из которых они прибыли, говорится в сообщении. Для решения этой проблемы Турция получает от Еврокомиссии 3 миллиарда евро. Отмечается, что позже сумма может быть скорректирована. Это были все новости на сегодня. Желаем вам активной рабочей недели. До завтра!